и появится что-то новое. Сейчас я хотел бы развеять миф о нашем иноназвании и самоназвании. Получается, все черкесы, а это жители Карачаева, Черкесской республики, КБР, то есть Кабардино-Балкария и Адыгея, и ещё некоторые жители Черноморья, Черноморского побережья. Инициально мы разделены на четыре народа. Это кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шабсуды. Наши иноназвания, то есть как нас знают в мире, наш народ. Например, в той же Турции, Сирии или США, где тоже проживает черкесская диаспора, в штате Нью-Джерсия. Получается, нас знают как черкес, чархаси на арабском, черкес или сиркейжин на английском. Мы все один народ. На своём языке, то есть на черкесском, мы зовём себя адыга. Адыга, адыга, может, что-то такого вы слышали. Словосочетание в слове адыги. Это от нашего самоназвания. Как я уже сказал про памятник, нас шло 12 племён черкесских. В состав их ходят кабардинцы и шабсуды. То есть два из этих четырёх названий. То есть это субэтносы, адыгейцы – это придуманное название. То есть это искусственно введённое название в 20-х годах. В царское время давали название народу, не спрашивая народ, как тебя зовут. Не совсем в царское время, а в советское время. В царское время тоже, потому что, для примера, чеченцы себя, чеченцы меня зовут, это Ногчи. Ингуши себя, ингуши меня зовут, это Галха, как-то вот так вот, да? Да, да, да. Поэтому само название народа и название этого народа в официальной историографии не всегда совпадает. Об этом мы тоже знаем. Да, всё верно. Специально в документах пока что записано кабардинец, адыгейцы и так далее. Да, да, да. На самом же деле мы один народ. И сейчас идёт консолидация нашего народа. Мы приходим к истине. Черкесы – одно и на название вместо миллиона других. Да. Самое главное, что ни Черкес, ни какое-либо другое название не является оскорбительным для народа, да? Конечно, конечно. Черкес – нормальное имя, поэтому в русском языке, наверное, лучше Черкес. Чтобы никому обидно не было, лучше Черкес. С проблемой.